Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! О чем же сегодня будет мое данное видео? О том, каким образом можно бороться со старческими возрастными, к сожалению, естественными изменениями. Как их замедлить? Вы узнаете о важном Нобелевском открытии, какие функции выполняет оксид азота в организме, о трех путях получения оксида азота и о двух путях поднятия его уровня с возрастом, когда его выработка естественным образом падает. Вы узнаете о двух правилах приема пищи для естественного синтеза оксида азота в организме и поймете два пути активации фермента НО-синтазы для так нужного нам синтеза оксида азота, то есть чтобы это было возможно даже после 40 лет. Это видео еще одно подтверждение того, что зелень нам жизненно необходима. Пояснение того, чем именно и насколько конкретно зелень жизненно важна всем нам. Для вас это видео будет новой гранью важнейших знаний для продления вашей активной полноценной жизни и бодрости даже в весьма преклонном возрасте. Это экономия потенциала вашей жизни с молоду. Слушайте внимательно, переслушивайте потом еще раз, ставя на паузы и конспектируйте. Старческие возрастные изменения наступают рано или поздно у всех людей. В наши дни уже с 30-40 лет они видны. Отчего так? Причин несколько. Но одна из главных это то, что с возрастом падает доступность клетками оксида азота. В 1998 году тремя учеными была открыта и описана роль оксида азота в сохранении молодости. И за это открытие они получили Нобелевскую премию. Влияние оксида азота доказано на сохранении тонуса сосудов, уменьшение тромбообразования, холестериновых бляшек, снижение повышенного артериального давления. Оксид азота положительно влияет на память, способность к обучению, к усвоению материала, к логике. Это еще и защита от многих патогенных бактерий, это и участие в работе иммунной системы, это и антиоксидантное защитное воздействие, это и влияние на удержание концентрации натрия в крови, на поддержание нормального давления, на сдерживание развития сердечно-сосудистых заболеваний. Доказано, что оксид азота влияет и на расслабление гладкой мускулатуры сосудов, тем самым он снижает повышенное артериальное давление, у кого оно повышено. А также оксид азота улучшает кровонаполнение мелких сосудов, капилляров и таким образом прямо влияет на снабжение кровью периферических тканей и клеток организма, а также влияет на потенцию, увеличивая ее. Оксид азота действует во всем организме и нужен всем системам и органам и клеткам. Итак, вот вам три пути получения оксида азота. Первый путь – это аминокислота аргинин. Ее обязательно необходимо и по многим причинам, не только по этой, получать извне, то есть с едой. Синтезируется оксид азота благодаря ферменту эносинтази за счет аргинина. Второй путь – это утилизация его и рециркуляция в организме, и вот каким образом это происходит. Отработанный оксид азота окисляется и превращается в нитраты. Их часть выводится с мочой из организма, а часть идет в слюны и железы через кровь, где концентрация нитрата, внимание, до 100 раз выше, чем в крови. То есть явно идет процесс накопления. И ведь не просто так, для чего-то, конечно. Эти нитраты идут на переработку и трансформацию бактериями полости рта. Там нитраты взаимодействуют с этими бактериями, обитающими на языке и слизистых полостях рта, которые из нитратов, то есть NO3, делают, то есть переводят нитраты в нитриты NO2, которые уже со слюной при ее заглатывании попадают в желудок, а далее в тонкий кишечник. И там, в ЖКТ, уже из нитритов образуется так нужный нам оксид азота. Таким образом, слюна, которая изначально содержала нитраты, становится источником оксида азота, который вырабатывается стенками желудочно-кишечного тракта. А далее, всасываясь в кровь из тонкого кишечника, стоком крови оксид азота разносится во все ткани и клетки нашего организма, где он и выполняет свои многочисленные роли и задачи, а затем цикл замыкается. Так происходит рециркуляция оксида азота в организме. Кстати, в своих лекциях я много раз говорил о том, что рециркуляция существует и белков в организме, и эта функция принадлежит печени. Вот это видео. Потому, кстати, и не нужно так много белка потреблять с пищей, как это нам говорили ранее. Потому что не учитывали эту возможность, способность организма к рециркуляции важных, дефицитных, ценных питательных веществ. Знаете, мои новые зрители, что у меня есть второй канал, он называется «Жизнь на земле». Также у меня есть объявление о трудовых вакансиях в мое хозяйство в Пушкинских горах. Ссылка будет в описании под этим видео. Да, также под этим видео будет ссылочка на продажу большой территории в 160 гектар с двумя ледникового происхождения озерами, тоже в Псковской области, но в другом районе. Посмотрите в описании по ссылочке. И да, кому интересно, посмотрите 4 коротеньких видео о новых уникальных приборах для защиты своего здоровья. Сейчас сезон, и мои видео о натуральных защитных средствах от комаров и от клещей будут как нельзя лучше. Ссылки на эти видео будут в описании. Третий путь. Много нитратов содержится в овощах и зелени, и бояться их не нужно. Я говорю сейчас не о химии, я говорю о веществе природном, натуральном. А если в почве много азота, даже если с навозом или другими органическими удобрениями он туда поступил, то в зелени, в овощах будет больше нитратов, чем если бы этих азотистых соединений, питательных органических в почве, было бы мало. Итак, это свекла, сельдерей, руккола и прочие. То же самое при разжевывании данных продуктов происходит контакт зелени или овощей с микрофлорой полости рта. Далее вырабатывается оксид азота. Вот как я это уже пояснял выше. Какие выводы нам нужно из этой информации сделать? Первое, надо долго жевать пищу, как можно дольше обрабатывать слюной. Во-первых, в слюне есть фермент птиолин, это слюная мелаза, который на начальных стадиях расщепляет углеводы. Во-вторых, из-за обработки вот этими самыми бактериями, которых более 700 видов находятся в полости рта, пищи по причинам, которые я только что вам пояснил. Правы были наши предки, которые говорили, что когда я ем, я глухо нем, и что нужно жевать так, чтобы проглатывать пищу в жидком виде. Второй вывод, надо есть больше зелени и овощей. Третий вывод, надо получать достаточное количество аминокислоты аргинина из пищи. Но из пищи получить аргинина больше трудно, можно в виде биодобавок. А есть третий вариант, натуральный. Я рекомендую протеин 4 в 1, либо конопляный, но лучше 4 в 1. Там специально по моему заданию было увеличено количество аргинина и трептофана, которое усиливает действие аргинина вот в этом самом протеине 4 в 1. Он получен из конопли и других растений, натуральный, органический, абсолютно полезный. Именно поэтому и потому, что он, этот протеин 4 в 1 и аргинин, находящийся в нем, активирует синтез еще к тому же эндогенного гормона роста, тоже важнейшего и естественного фактора омоложения организма. Мы в том числе выпускаем именно такой протеин из аминокислот, включая все незаменимые. Приобрести его вы можете, как, впрочем, и все наши продукты и иные товары, на нашем сайте natgard.ru. До 40 лет самый сильный, главный путь получения оксида азота – это его образование, синтез из аргинина. Пока много аргинина, и пока вы молоды, и у вас тем самым, ну, что вы молоды, еще много фермента, эносинтазы, то у вас есть и сила, и выносливость, и память, но с возрастом уменьшается выработка фермента эносинтазы, и сколько не ешь уже аргинина, но при малом количестве фермента, оксида азота вырабатывается все меньше и меньше, и возрастные изменения развиваются активнее. Точно так же, как и происходит со снижением синтеза, естественным путем, гормона роста после 25 лет. И тогда эти возрастные изменения также развиваются быстрее, активнее. Возникают старческие проблемы. Кстати, при недостатке оксида азота не работают гипотензивные препараты для снижения повышенного артериального давления, и по аналогии, так же происходит с многими другими лекарствами. Вот почему нужно учесть это, и применять все эти три пути получения оксида азота с возрастом. Не один отдельно взятый фактор, а учитывать все три. И тогда можно серьезным образом снизить, замедлить возрастные старческие негативные изменения. Теперь я расскажу про два пути активации фермента эносинтазы, так нужного нам для синтеза оксида азота. Итак, с возрастом, и это одна из главных проблем старения, не хватает оксида азота, так как не хватает фермента эносинтазы для его синтеза. Что делать? Надо активизировать фермент эносинтазу. Запустить процесс ее синтеза организмом. Это сложно, но возможно. Во-первых, это все кардионагрузки, велосипед, бег, плавание, иные. Каждый день держать себя, что называется, в тонусе или, а лучше и то и другое, надо доставлять оксида азота в организм другим способом. Каким и такой путь есть? Эта пища богатая нитратами. Необходимо 6,2 мг на килограмм массы тела нитратов в сутки. Иначе будет повышаться давление. И тогда у кого повышено, будет падать повышенное артериальное давление, будет повышаться выносливость и отодвинуться возрастные изменения. Для примера, свекольный сок, рекордсмен по содержанию нитратов, содержит примерно 480 мг нитратов на 100 мл выпитого сока. При суточной потребности 6,2 мг на килограмм массы тела, к примеру, 80-килограммовый человек должен получать около 500 мг нитратов в сутки. В 100 граммах 480 практически как раз то, что нужно. Потому достаточно 100-120 мг, конечно, можно выпить и 200. И хуже не будет свекольного сока в сутки. И этого будет достаточно, как вы уже поняли, для закрытия всех потребностей в нитратах на эти сутки. Только из одного продукта. Но поскольку есть и другие, то можно свекольного сока пить гораздо меньше 100 грамм или 80 более чем достаточно. Но только свежевыжатого сока. Помните, при термической обработке нитраты разрушаются. И еще один важный момент. Помните про сахара в свекле? В соке свеклы много сахара. Глюкозы, фруктозы. Хотя они и естественные, но повышенное количество сахара, тем более если человек ест что-то другое сладкое в течение дня, может приводить к состоянию инсулинорезистентности. Посмотрите вот это мое видео. И я советую не потреблять более 30 грамм в сутки сахаров. То есть, если из всей съеденной пищи за день выжать весь сахар, глюкозу и фруктозу, то их не должно быть более 30 грамм. Большое количество нитратов содержит всегда редис, руккола, крест, салат, шпинат. Не потому, что их травит химия, а по своей природе. Так вот, 200-300 грамм зелени в сутки в виде салатов тех же будет достаточно для обеспечения такого количества нитратов организма, чтобы из них могло вырабатываться хоть какое-то количество оксида азота даже в преклонные годы. Ну а теперь я расскажу вам два главных правила для получения из пищи достаточного количества нитритов и оксида азота. Как бы подведем итог. Первое. Долго жевать пищу, даже жидкую в виде смузи или зеленых коктейлей, не пить через трубочку, а мелкими глоточками, порциями. Долго жевать, как бы взбалтывать языком, даже если это пища жидкая. Слюноотделение очень важно. Посмотрите непременно вот эти два моих видео в этой связи про зелень. О других аспектах важности зелени. Вы поймете, сколько объективных причин есть как можно больше зелени. И не только культурные, типа укропа, петрушки, но и дикоросов. И второе правило. Не обрабатывайте полость рта химией. Никогда не пользуйтесь категорически зубной пастой. Не только с фтором, это теперь все знают, даже ленивые и неучи. А даже той пастой, в которой есть лурилсульфат, триклозан. Помните, как минимум вы получите в этом случае и дисбактериозные состояния. И СИБР, синдром избыточного бактериального роста. Патогенные микрофлоры. И синдром дырявого кишечника. И тогда, чтобы вы не ели, количество усвояемых питательных веществ будет невелико. Даже если в этой пище, в которой вы едите, очень много важных полезных питательных веществ. Знайте это. Посмотрите мое видео с синдром дырявого кишечника непременно. Итак, никакой химической зубной пастой не пользоваться. Если вы спросите, а какой же тогда, а где купить, то я вам отвечу. На нашем сайте nadgard.ru. Поскольку мой магазин натуральных продуктов и товаров с самого высокого качества. Есть, например, индийская зубная паста одной маленькой семейной фирмы. Все ингредиенты которой только натуральные растения. А есть еще лучший вариант. Вот я лично пользуюсь зубным порошком. Из внутренних частей стеблей льна. Получается нано-порошок. И его можно хоть есть. Он не то, что абсолютно безопасный, а абсолютно полезный. Идеально очищает, не травмируя эмаль зубов. Прекрасный сорбент и очиститель. Я советую пользоваться именно вот этим лучшим, уникальным зубным порошком. И тем самым, кстати, еще и поддержать отечественного честного производителя. Практически убитой отрасли льноводства. Итак, вы поняли. Более 700 видов бактерий, нужных, симбиотических, нам находятся в полости рта. Не убивайте их проклятой химии. Не полощите всеми этими листеринами прочей химии полость рта. Тогда вы просто убьете свой желудочно-кишечный тракт. А дальше пойдут другие серьезнейшие заболевания. Еще важно, чтобы в зелени было достаточное количество кальция. А в зеленой части, в листве, как раз его и много. Это чтобы не было проблем от, например, щавелевой и прочих кислот, которые в большом количестве находятся в шпинате и некоторой другой зелени. Которая как раз содержит много нитратов. Помните также и о том, что большое количество нитратов понижает артериальное давление. У кого повышенное оно, это прекрасно. Еще один бонус. Ну, у кого пониженное, просто экспериментируйте. Начинайте с малых доз. Не пейте сразу много за один раз. Плавно увеличивайте концентрацию этих соков или этих продуктов новых для вас. Помните, нитраты очень опасны в сочетании с белками. Не злоупотребляйте белковой пищей. И еще одна от природы, что называется, подсказка. Но не ешьте несвойственную человеку пищу. Не ешьте мясо и другие продукты высокомолекулярных белков. Ешьте растительные белки. В растениях очень много белков. И много растений, в которых есть все. Незаменимые аминокислоты, вопреки тому, что нам твердили годами и десятилетиями. Например, та же конопля, крапива, сны, шпинат содержат все 8 из 8 незаменимых аминокислот. Что касается нитрита натрия, то это опасный канцероген, усилитель вкуса. Категорически не используйте его и те продукты, в которых он содержится. Например, всякие промышленные копчености. Да и вообще при копчении и жарке образуется очень много вредных компонентов. Например, нитрозоамины, гетероциклические амины и прочие канцерогены, которые приводят к онкологии. Еще раз напомню, что при термообработке нитраты разрушаются и выработки оксида азота не будет. То есть из борща, вареной свеклы, шпината и так далее вы не получите почти ничего, кроме вкуса, к которому вы привыкли. Поэтому вывод, ешьте живую пищу. Ешьте салаты, ешьте больше зелени. В завершении скажу лишь, что есть еще варианты, как замедлить, затормозить процессы старения. Как активизировать процессы сдерживания старения. Во-первых, посмотрите вот это мое видео. Аутофагия. Записание процесса, который один японский ученый недавно получил Нобелевскую премию. Зелень, которая провоцирует запуск процесса аутофагии. Это маринга. Посмотрите про эту траву. Вот это мое видео. Интервальное голодание запускает процесс аутофагии. Посмотрите непременно вот это мое видео. А также видео раздельное питание. Впрочем, все видео, которые я не просто считаю, абсолютно точно знаю, что вам, ну тем людям, которым не безразлично свое здоровье, которые хотят понять глубже эту тему и что же тогда делать на практике. Ссылочки на необходимые данные видео будут под этим видео, которое вы сейчас вот досматриваете. Просто нажмите слово «Еще», ссылочки откроются, и вы обязательно посмотрите и законспектируйте эти мои видео. Понравилось вам данное видео? Тогда поддержите мой данный ролик и мой канал лайками своими к этому видео. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.